Всем привет! Добро пожаловать на канал Закупычи! Сегодня мы готовим свиные ребрышки в соусе терияки. Начнем с соуса. Для этого нам потребуется чеснок. Вот такая у меня есть моднявая чеснокодавка. Сначала мы все это дело давим. Это как бы готовимся маринад, в чем у нас будет мариноваться вся эта штучка. Мы просто в семье все любим чесночок. Он полезен для профилактики. Да, мы сейчас даже подышали чесноком и уже ничего не боимся. Чесночок у нас здесь и добавляем горчицу. Горчицу на ваш глаз добавляете. Нам нравятся столичные. Вот эта горчица самая лучшая, тоже продается в пятерочке. Покупали мы другую горчицу, фигня. Но вы используете эту горчицу, которая вам нравится. Нам нравится такая. Использовать можно грамм 50-60. Но здесь у нас, не знаю, меньше полчубика. Здесь всего 100 грамм. Здесь всего 100 грамм, поэтому я все выдавлю. Хотя что-то напоминает. Не знаю, не знаю. Но это не точно. Это точно. Так, потом для соуса можно использовать аджику грамм 50. Но аджик оно для чего? Чтобы дала какую-нибудь там, знаете, остроту. У нас есть табаско. Табаско я добавлю капель. Раз, два, три, четыре. О, и они уже будут острые. В этом маринаде, который я сейчас приготовлю, мясо будет мариноваться ночь. А терияки я добавлю в маринад уже за 2 часа до того, как начнем готовить. Поэтому терияки пока я вам не показываю. Пусть когда жена уберется на кухне, потом ничего не найдешь. Ну, добавлю ложечку сахара. На всем там лежит. Ну, чтобы было и сладенько, и хорошо. Свинина с сахаром. Это гуд. Ну, по идее, все. Пахнет, ребята, табаско вообще жесть как вкусно. Да, кстати, можно это пока что перемешать ложечкой. Ничего, вот так ребра натру. Нужно подсолнечного масла. Точняк, точняк. У нас же есть оливковое масло. О, оливковое масло. Это лучший друг приправ. Добавляем сюда лучший друг приправ. Она как раз это все разбодяжит. И потом, кстати, когда будет все это жариться, свинине не помешает. Оливковое масло хорошо использовать, когда используете температуры небольшие. Если вы используете там в духовке 300 градусов, лучше, конечно, его не добавлять. Но свинина будет тушиться у нас в духовке долго. Все у нас перемешалось. Получилась вот такая кашка. Кашка, орешки, не для детей. Вскрываем упаковку. Да, интересно, что там. Так, надо мясо помыть, поэтому пока отключаемся. Ну что, помыли мы ребра. Запах был какой-то странный. Да, хотя до 16-го годности. Но сейчас я помыл их и стало лучше, кстати, пахнуть. Напишите, пожалуйста, вы когда свинину скрываете, она тоже как-то подозрительно пахнет? Или это только у нас какая-то тухлятина? Вообще, может пахнуть кровь так, свинная. Ну, Денис себя успокаивает. Не, не, я просто знаю. Я как человек, рожденный в деревне, и там у нас, мы частенько выращивали раньше свиней, резали их. И знаете, когда они постоят, там, мне сейчас не пахнет. Это Денис себя успокаивает. Да. Но вы напишите. Так, после этого всего вообще хорошо бы удалить пленочку. О. Да, да, да. То есть, эту пленку, конечно, тяжело удалять. Говорят, салфетка. Тем, тем маленьким ножичком. Можем оторвать. Да, выберем мне. Вообще, можно брать салфетку и прям салфеткой поддевать. И все это дело удалять. Салфеткой? Ну, салфеткой она хорошо берет. То есть, вот это. Короче, ребята, какие-то новые способы приготовления мяса? Не, ну, правда, берут прям салфетку и салфеткой поддевают. То есть, она сухая. О, видите? Все равно как-то пахнет. Так, и теперь нарезаем на порционные... А снизу не будешь эту удалять? Зачем там сало? Сверху сало. О, вот так мы это все дело нарезаем. Ребята, посадите, сколько сало. Да, сала слишком много. Поэтому Валя это есть не будет. Это буду есть только я. Может, просто его было засолить? Посмотрите, это готовые куски шпика. Да, но это мясо для тушения. Лучше мы не нашли. Конечно, лучше было бы сходить куда-нибудь на рынок. При этом она еще пахнет. Так, ну и все готово. Часов, конечно, все убьет. Да, вот так мы это все укладываем. А ты не будешь пополам еще резать? Нет. Это же ребра. Все на ребрышке у нас получилось. Получается, что у нас 6 порционных кусков. Лучше бы я делал рубрику готовим бежать, пока жены не дома. Теперь я люблю солить мясо прям сразу, знаете, потому что это видно. То есть я вижу, сколько надо посолить. Вот так. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Опа. Все, посолилось. Солистов любят. Да. Потом перчик. Конечно, лучше использовать свежемолотый, но мне эти крутилки вообще не нравятся. Вот так хоп-хоп добавили. Так, но сильно солить я не буду, потому что соус терияки он сам по себе. Соленый тоже. Вот так мы побьем по попочке, чтобы соличка наша впиталась. Мы добавляем в наш маринадище. Сейчас вот сюда это закидываю. Один кусочек намазали. Берем второй. Опа. Опа. Я там даже не знаю, что из этого получится. С рецептом все нормально. Это все-таки у нас сомнения мясо пятерочное вызывает. Да, устало. Свежечка просто в Подмосковье купить, не знаю, там надо охотиться по рынкам за ним. А мы люди такие не любим по рынкам ходить. Каких еще шашлыков? Ты обещал. Мне так не нравится геморроиться с этими шашлыками. Тем более я тут один в семье мужик, знаете, особо друзей тут у нас нету. То есть всегда, если идем на шашлыки, то это Денис все тащит, Денис все готовит. Я тебе помогу, Милан поможет. Так, ну все. Все это у нас замаринованное чудо идет на ночь в холодильничек. Все, Валюш, отключаемся. Ну вот, наступил новый день. Наше мясо уже постояло в холодильничке сутки. Ну и добавляем наш соус терияки. Тут сзади написан рецепт, типа какие-то куриные бедрышки по-китайски и так далее. И там они добавляли всю эту пачку на полкилограмма крылышек. Так что я, наверное, добавлю полностью весь пакет сюда. Ну и вот такой наш соус, как выно. Очень густой. Выжимаем его, перемешиваем и в холодильник на 2 часа. Ну что, наше мяско я уже переложил в форму для запекания. Положил салом вниз, косточками наверх. И немножко смазал дно оливковым маслом. Хотя это не обязательно, потому что я салом положил вниз. Так что она будет топиться и жариться, как бы томиться на своем же жиру. Так же ничего в этом страшного. И вот у меня остались остатки соуса. Сейчас я его сверху вот так. О, вы только посмотрите, какая красота. Милан, хочешь посмотреть, какая красота? Милан? Да, посмотри, какая красота. Да. Что, ты хочешь тоже помазать? Да. Давай. О, и доченька сейчас мне поможет. Да, Милашка? Да. Помощница? Угу. Давай, Маш. Да, вот так. Красим ребрышки. Получается? Да. Нравится? Угу. Ну, а сейчас как раз мама придет с работы, и у нас все будет готово. Скажу, что это Милана приготовила. Вот это молодец. Все намазали сверху остатки нашего соуса. И ставим в духовку 200 градусов на 30 минут. Я пока что для начала накрою крышкой. Ну, вы можете накрыть, как бы, за место крышки, если у вас нет такой посуды, просто фольгой, и будет нормально. А уже, когда будет почти готово блюдо, мы уже откроем крышечку, чтобы у нас подрумянилось все. Напоминаю, 200 градусов 30 минут, потом убавим температуру и подольше потомиться. О, прошло 30 минут на 200 градусов. Запахи на кухне просто великолепные. Это что-то. И сейчас я понижу температуру на минимум. У меня это 160 градусов. И пускай на 160 градусах она потомится часик. Ну, 160, 150, 120 градусов и часик. Вот так где-то. Ну что же, наше мяско готово. Надо доставать, смотреть, выкладывать. Очень много, смотрю, там жира наплавилось. Ну и вот она, смерть вегетарианца. Или же, не знаю, как ты еще назвать. Вообще, это очень жирно получилось. Посмотрите, там просто жир плавает. Вон, одна кость аж отделилась. Но, на самом деле, я за 10 минут до готовки открыл. Все это дело, как бы, перемешал, чтобы поменялось она местами немного. О, поэтому она немножко по-другому развернута, чем когда я укладывал. Ну и берем вилочку, и вот так немножко, чтобы жирок у нас слился. Выкладываем все это дело на салфеточки, чтобы лишний жир впитался. О, кости просто отваливаются. Так что все готово на миллион процентов. О, какой кусок сала. Что тебе не нравится? О, ты только посмотри, Валь. И жирок обеспечен. Зато можно теперь это резать маленькими кусочками. И съедать один кусочек, и больше вообще есть. А вот от остатки жира, я не знаю, может его в лоток перелите. Люди, напишите в комментариях, что бы вы сделали с ним. Выкинуть. Выкинуть, мне кажется, его можно. Использовать потом, не знаю, в жарке. Вообще, говорят, у хорошего хозяина ничего такого не пропадает. Намазаться можно. Ууу, еее. Вообще, надо его просто позасолить. Ну, пахнет бесподобно. Да, кстати, можно просто засолить-то, как сало. Ну, соус 3 я кидал, цвет такой необычный. Ну, и давайте разрежем кусочек. Как она? Что там, кость? О-о-о. Посмотрите. Это, конечно, не блэк ангус. Но мясцо получилось нежнейшее. Это, по-моему, единственный кусок мяса, который я там нашел. В остальном везде сало. Ну-ка, и попробую. Валь, хватит есть. Ты же сказал, ты это не будешь есть. Валь сказал, что отказался. Ты есть? И она, короче говоря, себе сейчас будет рыбу жарить на сковородке. Ну что, Валя решила себе обжаривать рыбу дальше. А мне очень понравилось мясо. Он получился очень сладкое. Знаете, такой прям кисло-сладкий соус получился, да? Мне очень понравилось. Ладно. Если вы найдете ребра без жира, тогда этот рецепт делайте 100%. Но в таком количестве жира, конечно же, не самоудачно. Смотрите, там аж кости плавают в жиру. Прошло уже три дня с момента, как мы сделали ребра. И я решил сделать тот же самый рецепт, но со свиной шеей. Посмотрите, купил аж 2 килограмма свежайшего в мясном магазине прям сегодняшнего мяса. Замариновал его. Вот уже сейчас я все добавил. Уже сегодня буду ставить в духовку. Покажу вам сразу, что получится из свиной шеи. И сюда я еще добавил аджику. Все делал, как и в том рецепте. Только добавил горчицу вот такую. Красная цена из пятерочки. И аджику за 35 рублей, по-моему, тоже из пятерочки. Вот такую. О, полбанки аджики на 2 килограмма мяса, можно сказать. Полбанки горчицы. И острого сюда ничего не добавлял, поэтому все как есть. Ну и вот такое мясо получилось в этот раз. Все-таки чуть суховатое. Там было очень много жира. А здесь, так как она томилась сама по себе, чуть-чуть, мне кажется, все-таки сухо. Хотя, если с каким-то соусом кушать, будет нормально. И да, аджика слишком острая, вот эта, которую я показывал. Кладите ее меньше или вообще не кладите. Лучше уж туда табаско пару капель капнуть. Вот. А так все вкусненько. Все обалденно. Ну и так как все-таки здесь мяса было очень много, сюда бы лучше 2 пачки терияки было. Потому что терияки из-за аджики еле чувствуются. А так все вкусно, кушать можно и не так жирно. А, ну все, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.